друзья всем привет это снова я опять встречаемся на моем канале заметки мигранта в процессе съемки этого видео я получила ряд вопросов от моего оператора татьяны скажи всем привет привет вот она мне после съемки видео задала ряд вопросов касательно материала которые я озвучила и я поэтому решила снять вторую часть ответив отвечая на ее вопросы возможно для вас это тоже будет актуальная информация и опережая даже ваши комментарии к моему видео ваши вопросы если вы что-то не ответим пожалуйста пишите задавайте я с удовольствием сниму и третью четвертую пятую часть к этому видео и так татьяна какие у вас были вопросы я жду покрывает ли страховка стоимость медикамента в австрии до страховка у меня я страховка вот общее наше социальное страхование мастера хища гибиц кранкин касса так это звучит по-немецки либо сокращенно и гкк она покрывает частично то есть есть определенный такой вот минимум который так или иначе нужно оплачивать это 6 евро стоит вот одна упаковка таблеток то есть из если допустим таблетки стоит на самом деле 30 то есть 6 евро плачу я все остальное платит государство ну то не государство а моя страховая компания моя и карт так это работает если у вас друг от другой вид страховки если вас не и карт вы обратились страховой компании которых также много вене другого другого типа вас в частном порядке оформили другую страховку тогда это все будет зависеть от тех условиях которые там прописаны там уже быть прописано так что вы можете оплачивать сто процентов стоимостью медик комментов брать чек и впоследствии возмещать просить возмещение у страховой компании она вам будет возмещать соответственно вашему договору либо сто процентов стоимости либо 50 либо 80 как вы уже договоритесь компании предположим и семья муж жена дети в семье работает только муж как все остальные получают услуги это хороший вопрос потому что здесь немножко затрону тему страхования нашего поте карту постера фиша гибрид кронским касса то есть это дабы при поступлении на работу работодатель обязан по закону то есть вы не можете с ним вести переговоры по этому поводу потому что это в австрии законодательно урегулирована то есть это на законодательном уровне требуется страховка медицинская и соответственно если ваш супруг получил место работы в австрии либо оформлен как частное занятое лицо открыл свою фирму он тоже будет обязан оплачивать медицинское страхование и как вы можете как супруга если вы не работаете если вы находитесь в положении вы ожидаете ребенка вы можете быть вместе за страховой под его как бы подключены под его страховку и она будет распространяться и на вас вам выдадут свой страховой номер но эта страховка как бы вы будете совместно застрахованы если у вас есть малолетние дети вы также можете подключить к своей вот семейной страховки так можно сказать родительской страховки детьми здесь считаются все до 27 лет то есть до 27 лет вы можете пользоваться родительской страховкой после этого возраста вам необходимо приобрести свое личное медицинское страхование тоже касается студентов если вы до 27 лет вы все еще можете поддаваться на подключаться к страховке родителей Если вам уже выше того возраста, вы получаете второе образование, хотя в Срице и в 27-30 могут еще первое получать. Вы уже тогда сами оплачиваете, для студентов есть свои тарифы, но тем не менее уже сами должны будете это оплачивать. И я вот еще бы хотела сделать момент по рецептам. Мы говорили о том, покрывая медикаменты. Также хочу сказать, что медикаменты здесь получать можно только по рецептам. Без рецепта вы получите, не знаю, скорбинку, там какой-то чай от гриппа, самый минимальный, который не помогает и все. То есть все остальное только по рецепту от вашего семейного врача, либо от узкого специалиста. Это важно. А насчет вызова скорой помощи, входит ли эта услуга в страховку? Ну это тоже зависит от вашего типа страхования, потому что вот мой тип страхования это ИК. Я ежемесячно оплачиваю 800 евро с моей брутой зарплаты, то есть с грязной до вычета налогов, этот страховой взнос. И это открывается. Если у вас другого типа страхования, там генерали здесь есть, фирма, например, крупная страховая, вы там оформили какую-то дополнительную, возможно, страховку, либо это ваша основная страховка, это будет зависеть от вашего договора, поэтому вы должны очень внимательно его читать и договариваться, спрашивать у вашего страхового агента, какие есть опции, а что включено, а что не включено. Возможно, что-то покрывают только частично. Это все нужно обговаривать и, конечно, от этого будет зависеть сумма вашего страхового взноса. То есть чем больше покрытия, тем дороже. Но и карт по общему медицинскому страхованию, которая у нас здесь у всех, да, 99% австрийцев при устройстве на работу, у всех у 100%, это покрывается. Если у вас нет никакой страховки, вам придется платить в частном порядке, и это может стоить очень дорого. Я так поняла, что у моего оператора вопросов больше нет. То есть я надеюсь, что я смогла дополнить мое предыдущее видео, сделать его более детальным. Если у вас есть еще вопросы по поводу медицинского страхования в Австрии, как его получить, медикаменты, врачи и в целом о системе медицинского обслуживания, я буду рада вам ответить в моем видео, часть 3, часть 5, не стесняйтесь, задавайте, я только буду рада. Была очень рада вам с вами снова увидеться. До встречи, пока!